Небывалая картина для Каннска. Контейнерная площадка абсолютно чистая, но, как говорят местные жители, такое они наблюдают, мягко говоря, крайне редко. А мусор здесь вычистили вчера. А сегодня ее посетил министр экологии и природопользования Красноярского края. К слову, назначили его на эту должность недавно и посетил он наш город впервые. Вместе с представителями местной власти, а также директором рециклинговой компании Павел Борзых выехал на места скопления мусора, чтобы лично увидеть, как там обстоят дела. Скажите, пожалуйста, вы статусы первого заместителя. А как вы оцениваете уборку вот конкретно на этой территории в целом по городу Каннска? Проблема, она, в принципе, почти на всех контейнерных площадках одна и та же. Бывает, что региональный оператор не своевременно вывозит. В принципе, после того, как у регионального оператора все эти неполадки устраняются в течение двух-трех дней, они порядок быстро наводят и, в принципе, претензий здесь нет. Ну, бывает, что приходится и звонить. Естественно, что здесь тогда вопросы решаются намного быстрее. Однако, если местные власти в целом довольны работой рекоператора, то у жителей города совсем другое мнение. По их словам, технику они видят крайне редко. И мусор убирается соответственно. Скажите, пожалуйста, как часто и как хорошо ощущают? Полтора месяца не вывозили перед Новым годом и после Нового года. Вывозили очень редко. Очень редко. Полтора месяца перед Новым годом не вывозили. Кучи, крысы стали бегать. Это что такое? Слов нету. Вот честно, слов нету. А деньги берут хорошие. Это золотое дно. Этот мусор – золотое дно. Между тем, директор рециклинговой компании отмечает, в Каннске работает современная техника по вывозу мусора, оборудованная системой ГЛОНАСС. Более того, ее общее количество по всем территориям, на которых осуществляет свою деятельность, организация, значительно выросла. За время работы рекоператора мы купили на две зоны технологических Каннска, Абонска и Лесосибирска. Мы купили порядка 20 единиц техники. И сегодня мы работаем без подрядчиков, только собственными силами. Основной проблемой скопления мусора представители регионального оператора называют коммерческие организации, которые сваливают свои отходы рядом с контейнерами. Как правило, это происходит на площадках, расположенных вблизи дорог. Для решения подобных ситуаций местные власти предложили убрать такие точки сбора ТКО вглубь дворов. Что же касается той картины, которую встретила на своем пути проверка, то даже в этом состоянии она не произвела на специалиста впечатление. Тогда как для Каннска даже это своего рода прорыв. Скажите, по этой площадке, она сейчас в таком неприглядном виде или она была еще хуже? Она была еще хуже. Еще хуже. После строительства, когда сюда освоили деньги краевой субсидии, она была чистая, хорошая, комфортная. Вот этой ямы не было. Мы также за ними наблюдали. А что это за яма? А это, смотрите, когда крупногабаритный. То есть, когда происходит так же, допустим, кто-то навалил на землю, такое тоже случается. Приходит техник Коломовос, которая сама с фискарем, которая сама все грузит. И, соответственно, вот этими клешнями нам приходится часть земляного полотна собирать. Давайте посмотрим. Как рассказал Павел Борзых, его личное впечатление от увиденного – цветная мозаика и смешанных чувств. Чтобы хоть как-то все это сложить в общую картину, было решено организовать совещание в стенах мэрии. Есть контейнерные площадки, где все хорошо, а есть, где все просто очень плохо. Поэтому сейчас на совещании будем обсуждать историю, как сделать так, чтобы люди, которые оплачивают услугу, получали качественную ту самую услугу. За то, что оплатили, должны получить качественный товар. На совещании присутствовали как представители местной власти, так и депутаты Законодательного собрания Красноярского края. В ходе мероприятия были подведены итоги по деятельности регионального оператора по обращению с коммунальными отходами Каннско-Абонской технологической зоны, а также вынесены вопросы для дальнейшего их решения. Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, телекомпания Каннск, 5 канал.